Министерство по чрезвычайным ситуациям Паводков и оползней специалисты МЧС совместно с другими профильными службами регулярно проводят аэровизуальные наблюдения на территориях Ташкентской, Наманганской, Самаркандской, Кашкадаринской и Сурхандаринской областей. К примеру, во время недавнего облета группа экспертов ознакомилась с состоянием системы озер Ихнач и Шаваркуль, что расположены в Бостон-Лыгском районе. Также совместно со специалистами Госкомгеологии, УЗГидромета и других ведомств изучены все участки возможных проявлений гидрометеорологических и геологических опасных явлений. Круглый год проводится комплекс инженерно-технических мероприятий в реках, саях и на гидротехнических сооружениях, в их числе берегоукрепительной работы, что значительно снижает риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. В частности, по состоянию на 10 октября текущего года проведено 159 мероприятий с участием 10 514 человек с привлечением 2000 единиц спецтехники. Профильными службами было выполнено 88 976 кубических метров земельных, 44 896 кубических метров каменных, 2290 погонных метров бетонных работ. Аналогичные мероприятия проводятся и на объектах Министерства водного хозяйства. К этому моменту изучено состояние 73 водохранилищ и гидротехнических сооружений. Известно, что особо опасные инфекционные заболевания относятся к чрезвычайным ситуациям природного характера. Так, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с особо опасными инфекционными заболеваниями, на постоянной основе по республике проводятся различные профилактические мероприятия. Наряду с этим проводятся разъяснительные работы среди населения по правилам содержания скота и домашних животных. Также раздаются памятки и другие различные буклеты. На протяжении всего года проводятся все необходимые профилактические мероприятия на перевале Камчик. В частности, совместно со специалистами гидрометрологии, госкомгеологии и другими организациями регулярно осуществляется искусственный сброс камней на потенциально опасных участках. Устанавливаются все новые и новые снегозадержатели на вершинах гор, предотвращающих сход снежных лавин на проезжую часть. Профилактике пожаров в лесных массивах также уделяется самое серьезное внимание. Специалисты МЧС на местах регулярно патрулируют участки возможного воспламенения. Утверждена комплексная программа по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, возникших вследствие землетрясений. Во исполнение этой программы ведутся мероприятия по подготовке населения, в том числе учащихся в системе народного образования, высшего и среднеспециального образования. Адекватное действие населения при чрезвычайных ситуациях является основным фактором сохранения жизни и здоровья. Именно поэтому специалистами МЧС уделяется особое внимание подготовке населения и руководящего состава, а также личного состава формирований гражданской защиты. Редактор субтитров А.Семкин